На электронном больничном волна информатизации накрыла систему здравоохранения. С 1 июля текущего года пациенты поликлиник могут оформить электронный больничный. Нововведение, увы, приживается нелегко. Задействованные в реформе стороны работодатели, фонд социального страхования, поликлиники и простые граждане не до конца понимают преимущества электронного документа оборота. Это, конечно, устраняется возможность поддельных больных шинствов, потому что сохранится вся эта информация в защищенных электронных базах, подписываться с квалифицированной помощью, то есть исключает поддельные листы, по которым, конечно, могут быть выплачиваться незаконные денежные компенсации. Кроме того, уменьшатся затраты на закупку бумажных бланков, а это несколько миллионов рублей в год. Для государства польза очевидна, а вот работодатели настроены скептически. Не повлечет ли это дополнительных затрат? Доказать прозрачность системы решили в самих поликлиниках. Обкатать схему и устранить мелкие недочеты попробовали на собственных сотрудниках. За весь период у нас было выдано 12 электронных листков нетрудоспособности. Граждане не просят, потому что, к сожалению, граждане еще мало информированы. Не знаю, почему или работодатели не информируют, потому что мы видим тех работодателей, с которыми мы работаем. Мы сами предлагаем пациенту выписать электронный листок нетрудоспособности. Благодаря электронным больничным листам уменьшится бумажная нагрузка на врачей-терапевтов, которые зачастую больше смотрят в карту пациента, чем на него самого. Получив согласие на обработку персональных данных больного, медик передает информацию в регистратуру, где ее обрабатывают и выдают номер больничного. Там специальная программа, формируется часть данных пациента автоматически. Это высвобождает время на оформление документа. И время это я могу потратить на то, чтобы больше побеседовать с больным, осмотреть его более внимательно. То есть это на пользу пациента идет. Проблем с получением страховых выплат по временной нетрудоспособности быть не должно. Главная задача теперь привлечь к электронной системе больничных листов как можно больше работодателей. На сегодняшний день это только сами поликлиники и несколько госучреждений. Мне очень понравился электронный больничный лист, потому что бланк бумажный больничного листочка можно потерять, можно испортить. Электронный я не могу ни потерять, ни испортить. Сначала было непонятно, как это все произойдет и как он мне будет оплачен. Но когда пришла в бухгалтерию с талончиком и с номером больничного листа в системе, больничный нашли очень быстро, мне его в свое время наплатили. О полном отказе от бумажного носителя речь пока не идет. Для начала, уверены в Фонде социального страхования, нужно отладить новую схему выдачи больничных листов, а уж потом делать их обязательными. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.